Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. В него войдут снаряды для Хаймерсов, Гаубиц М777, БМП Брэдли и много других нужных Украине боеприпасов. 17 стран ЕС и Норвегия также договорились об общих закупках боеприпасов для поставок Киеву. В эфире Нехта. Самая важная и интересная новость к этому часу. Ордер Орде не страшен. Но если каждый из этих проявлений враждебно принимает риск сердца, наверное, конечно, ничего хорошего не получится. В России бесятся из-за Гаги, но ничего поделать не могут. Си Цзиньпин назвал следующего президента РФ. И мы даже немножко вам завидуем. И показал, кто в доме хозяин. Шпионский скандал. Лже-Дмитрий Медведев оказался шпионом? Поэтому это исключительно чувствительная тема. Это и многое другое прямо сейчас на канале Нехта. Их ответ Западу. В России завели уголовное дело на прокурора и судей Международного уголовного суда в Гаге, который ранее выдал ордер на арест Путина. В России утверждают, что преследование Путина и детского омбудсмена носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. Накануне стало известно, что ордер на арест Путина пожизненный, то есть преследовать его будут до конца дней. Песков призвал не принимать это близко к сердцу. Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебно принимать близко к сердцу, наверное, конечно, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать, и продолжает главная работа президента. А вот Медведев почему-то не такой спокойный, особенно после выходных. Замглавы Совбеза РФ преградил ударом гиперзвуковой ракеты по суду в ГАГе. Этот говеный, никому не нужный мус, очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же ***. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по ГАГскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут побояться, и жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо. Правда потом всадник алкокалипсиса признался, судить военных преступников можно, но только в двух случаях, если их власть ослабла, или если они проиграли войну. Выходит, что суд над Путиным и его приспешниками – просто вопрос времени. Если президент Путин отправится в одно из более чем 130 стран, подписавших этот международный договор, он должен быть немедленно арестован. Си Цзиньпин приехал в Москву, чтобы показать, кто в доме хозяин. Путин притворяться не стал и сразу с порога заявил – да, мы вам завидуем. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. Глава КНР подхалимство оценил, но Путина подопустил и выдал страшную тайну – кто станет следующим президентом РФ. Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях. В остальном – стандартное заявление из разряда «колоссальный рывок в развитии» и много совместных задач и целей. Благодаря вашим сильным руководству за последние годы России добились значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Си Цзиньпин проводит в России три дня. Его реальные цели эксперты оценивают неоднозначно. Это лишь иллюстрационное фото, сгенерированное нейросетью. Любые совпадения случайны. Обе страны подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны. Мы считаем, что китайцы должны услышать украинскую точку зрения. Financial Times пишет, что глава КНР после визита в Москву может позвонить Зеленскому, но в Украине уже предупредили, что китайский план мира как минимум нелогичен. В одном пункте говорится о незыблемости суверенитета, а в другом о необходимости немедленного прекращения огня, то есть как раз передачи оккупированных территорий России. Деньги и фантики. Россия списала странам Африки долгов на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил Путин. Кроме этого, он пообещал отправлять зерно в Африку вообще бесплатно, если будет принято решение не продлевать зерновую сделку. Но краденого ж не жалко. Экономист сверхдержавы также назвал сделкой века продажу газа в Китай со скидкой 70%. Как говорится, переиграл и уничтожил. Но пока военный преступник тратит миллионы из российского бюджета на войну и на покупки лояльности, распродавая ресурсы, в Челябинской области из-за бездорожья люди везут гроб на кладбище, на санках, а чиновник предлагает сиротам не жаловаться, а самим покупать себе жилье. Ну а по-человечески, конечно, только пожелать вам социализироваться, то есть работать и не жить в таких домах, а купить как вам удобнее самим. Вот тут вот так жизнь сложилась. Ну где-то испытывает, каждого дает такие испытания. Вы же знаете, есть закон правильный, но значит у ваших детей будет все. Только по официальной статистике за чертой бедности в России живут более 15 миллионов человек. Но это не касается 80 миллионов зарплаты спикера Госдумы Володина. Таков его официальный годовой доход. Почти 3000 долларов в день. Ой, я не могу. Подумал не о том. Но чиновникам тоже бывает непросто. Сейчас их заставляют отказываться от любимых игрушек. К 1 апреля из соображений безопасности сотрудникам администрации ночного президента велено покончить с этими вашими западными безделушками. Оказывается, айфоны более уязвимы к хакерским атакам и шпионажу. Выходит, он вам не Димон, он же лжедмитрий. Американский шпион? Он не просто активно их использовал, но и везде на показ выставлял. Теперь понятно, почему он такой дикий. Свои грешки приходится отрабатывать. Любой смартфон, это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая система операционная, Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются. И переговоры, или категорированные материалы не пересадутся с использованием смартфонов. И теперь понятно, почему голос Пескова всегда такой качественный. Это секретная российская спецсвязь. Но о народе в РФ думают, для чиновничьего люда закупят новые безопасные телефоны. Чтобы облегчить им отказ от американской техники. Это будут китайские Android-смартфоны или российская Aurora. Поэтому это исключительно чувствительная тема, по которой не может быть никаких двусмысленностей. Деньги есть, все будет выплачиваться. Кадровые перестановки в Украине продолжаются. Накануне Верховная Рада проголосовала за увольнение сразу трех министров. В отставку ушли министр образования и науки Украины, министр цифровой трансформации и министр по стратегическим отраслям промышленности. Неделю назад президент Украины уволил глав трех областных военных администраций. Белорусский блогер и журналист Игорь Лосик попытался покончить с собой в Новополоцкой колонии, сообщают правозащитники. До этого основатель популярного канала «Беларусь головного мозга» долгое время держал голодовку в штрафном изоляторе, а затем порезал себе руки и шею. Игоря спасли и отправили в медсанчасть. Лосик был незаконно приговорен Лукашенковским судом к 15 годам усиленного режима. Он проходил по делу вместе с Сергеем Тихановским. Сегодня ровно тысяча дней с тех пор, как Игорь Лосик находится в заключении. Его жена Дарья, которая активно рассказывала правду об этом деле, позднее также была осуждена на два года колонии. У супругов есть четырехлетняя дочь. Вы говорили, что не воюете с женщинами, но мой пример и пример десятков женщин-политзаключенных говорит об обратном. Я думаю, что тем для обсуждения более чем достаточно. Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Сегодня в Беларуси насчитывается почти полторы тысячи политзаключенных. Ежедневно слуги диктатора задерживают десятки человек. В последнее время даже психиатров и психологов, чтобы они рассказывали о своих пациентах. Неугодные режимы получают сроки больше, чем за убийство. А об условиях содержания в беларусских тюрьмах недавно рассказывал бывший политзаключенный Александр Кабанов. Потеря крови и так далее. Приходит хирург, приходит медсестра. Меня забирают. Выложат на каталку, вывозят. Начинают шить. Один момент падает в обморок. Его выносят из этого кабинета, когда меня начали... Меня же перебинтовали. Наложили какие-то ваты, чтобы кровь остановить. Это начинает срывать, начинает промывать. Раны вскрываются, кровь начинает сочить. В Ставрополье из-за цветных лавочек на пропаганду ЛГБТ собираются проверить детский сад. 65-летний местный житель Есентуков донес в полицию на раскрашенные в цвета радуги лавочки. Развидеть он их так и не смог, поэтому накатал заяву на антискрепную пропаганду. Теперь заряночку будут проверять силовики. Пусть еще весь Ставропольский край, на всякий случай, заодно проверят, не связан ли он случайно с чем-то польским. Весна пришла и в головы некоторых петербуржцев. Там написали донос на вот эту вот картину в музее. Мужчине не понравился вот этот тип в шортах и очках, ведущий на цепи медведя. Путриот потребовал у силовиков установить вложенное в экспонат смысла, а музей проверить на измену родине, угрозу нацбезопасности, экстремизм и публичное оправдание терроризма. А вот то, что творят российские силовики, никакой не терроризм, не перепутайте. В Петербурге человека задержали за плакат с котом Леопольдом и надписью «Давайте жить дружно». Та же участь постигла и жителя Ижевска, который вышел на улицу с плакатом «Обними, если против войны». На 20-летнего парня составили административный протокол, но перед этим он все же успел обняться с несколькими жителями. Наши зрители заметили, что припев главной песни у скалобых патриотов «Я русский» уж очень напоминает мотив композиции «Steel Loving You» группы «Скорпионс». Впрочем, сейчас сравните сами, а прислать нам информацию всегда можно через телеграм-бот. Не перепутайте, он с галочкой и доступен в описании нашего официального телеграм-канала. Также можете присылать вашу информацию на нашу почту. Количество подтвержденных жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек. Ранения получили свыше 107 тысяч человек. Для региона землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхиньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. В минувшие выходные северокорейская армия провела учения по совершенствованию своего тактического ядерного потенциала. Глава Демократической Республики обвиняет США и Южную Корею в увеличении масштабов совместных учений и вовлечении в них ядерных сил. Интересно, кстати, зачем Ким Чу вообще армия, если у него есть своя ядерная мини-кномочка? Непонятки диктаторов и их психику мы разбирали в Союзной Палате. Необычный мультфильм на канале Нехталай. А я любил играть в прятки. Вот хорошая, добрая игра. Бывает, запустишь баллистическую ракету над городом, все прячутся, но ты никого не идешь искать. Интрига. Она сама всех найдет. ООН опубликовала рейтинг счастья. В нем 109 стран лучшей в шестой раз стала Финляндия. На втором месте Дания, на третьем Исландия. Самые несчастливые страны это Афганистан и Ливан. Россию во всемирном докладе о счастье поместили на 70 место, Украину на 92. Беларусь в список вообще не попала. Но не верьте этому прозападному бреду. 82% россиян чувствуют себя счастливыми, заявляет ВЦИОМ. Белстат идет еще дальше. 9 из 10 белорусок, а также 85% белорусских мужчин, по его данным, счастливы. Восстание машин все же возможно. Это подтверждают сами разработчики потенциально опасных изобретений. Создатель известной нейросети ChatGPT заявил, что боится собственного продукта. Сэм Альтман назвал реалистичного чат-бота одной из величайших технологий, но столь быстрым развитием искусственного интеллекта он обеспокоен. Так, недавно сообщалось, что чат смог спланировать свой побег от владельцев в переписке с психологом. Также чат прошел капчу, которую просят ввести, чтобы доказать, что вы человек. Он притворился слепым и нанял для этого фрилансера. Что же, а вам желаем безопасности в сети и сильно не заигрывайте с чатами, они обучаются на нас и потом их уже будет не остановить. Актуальная информация в наших телеграм-каналах, а поддержать развитие ютуб-ресурсов Некто можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх и распространение наших роликов продвигают их среди других пользователей, так еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok